пособирала я по холодильнику тряженка сметана чуть-чуть еще сметана чуть-чуть кефира тут нара полстакана есть у меня вот такое щедрое лето маргарин сделаю песочное тесто на самсу на пирог но буду наверное вручную потому что емкость маленькая в этой емкости я сейчас сделаю несколько партий на пельмени на вареники на вот и замешу потом дрожжевое тесто вот три вида теста у меня будет девчатки все потому что там там то завалялось то завалялось в общем а это все потом в морозилку и вперед дрожжи и добавляю в тесто всегда куркуму не знаю мне нравится и цвет красивый получается и вроде как всегда это делала так на все молоко вот у меня тут скисшее тоже но это пойдет на дрожжевое тесто все мои хорошие сейчас замешиваю на пельмени и вареники так ну что 2 яйца на яйца пол литра воды соль так соль где-то соли все немножко масла растительного всегда добавляю на пельмени вы сами знаете какое тесто в принципе у каждого пропорции на пельмени как и у всех просто единственная буду все это дело делать в нашей хлебопечке замешивать все месить не хочу прям категорически у меня такая вещь дома а я буду месить правда же ну все отправляю в хлебопечку как мы это делаем ставлю закрепляю хорошо все и функция у нас замес идет раз два три четыре пять шесть семь девятый так выпечка нам нужен девять девятка на готовку на готовку на все все девятка и стартуем и все и готовое тесто вытаскиваю все пока месяца это тесто я буду готовить сейчас песочное девчатки вот смотрите не бойтесь пусть будет открыто на замес когда делаете в этом и по печке помогайте палочкой вот так вот где-то с краев видите что много муки до добавили водички немножко добавьте вот так по краю все оно сами уже регулируйте будет жидковато добавляйте муку все будет мало одного замеса включайте еще раз на второй замес а вот и будет вам счастье не бойтесь прям вот что вы поставили и где-то что-то пропорцию не соблюдена там да как вот все пишут это вот добавьте то добавьте то не знаю я вот так делаю и у меня все получается сейчас посмотрите какое получится тесто ну что мои девчули добавляю все остатки кефир все делаю на глаз девчат ну кто в интернете так эту сметану уже не надо не надо так сметану вот пару раз вот я для молодых девчонок кто смотрит сметанки пару раз сделаете почувствуете тесто и все и потом у вас будет как по накатанной вот реально говорю вам вот вяжем то не знаю короче тесто из просрочки даже не знаю что здесь нормально нормально нормалек отряженка здесь у меня 450 грамм получается да 200 грамм сметаны где-то 200 грамм кефира это уже около литра да на литр с чем то не буду заморачиваться даже считать так добавляли сегодня у меня будет сода соду всегда гашу я не добавляю разрыхлитель соду не добавляю никогда в муку я добавляю гашу всегда в этом кефире когда он не идет по рецепте такое тесто на кефире я всегда гашу в кефире не знаю всегда так делаю всегда тесто получалось так что мы добавляем соль соль чайную ложку соли нет столовая десертная ложка соли и чайная ложка сахара так начинает начинает грыжение пузырьки нам надо чтобы шапки встало чтобы тетчатки все встало как у нормальных людей чтобы все состояло ого-го-го-го пошел процесс вот 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 видите вот она пена тогда тесто у вас будет исключительно так поехали дальше соль сахар добавила два яичка на литр кефира либо сметаны либо варяжники все это делаем вот так и теперь нам нужно будет соединить муку с маргарином все это дело пока я отставляю сейчас даже заморачиваться не буду упрощу себе задачу все равно все это вымешается добавляем муку тесто будет много тесто будет немного так все нарезали упрощу себе задачу добавляю куркуму и натираю маргарин сливочный маргарин где-то грамм 300 300 400 все все и начинаю перемешивать мука вся у меня сверху сейчас ее соединю соединю с маргарином и потом со дна прям вот рукой буду потихоньку перемешивать а то отдельная емкость тесто в отдельной емкости зачем это надо правда же все и вот так вот потихоньку рукой соединяю муку все девчата не буду тратить ваше время замешу покажу сейчас я дам ему постоять какое оранжевое получилось тесто много да тесто сразу говорю получилось много но это я делаю тесто на заморозку по пакетам на пироги на самсу в общем все и убираю пусть оно пока стоит а там у меня месяца месяца включила на второй замес потому что пропорции муки и воды слегка не угадала сейчас добавила все и еще на повторное так ну все вот у меня ушла получается 2 килограмма муки но тут осталось может быть грамм 100 это вот ушло все на песочное тесто вот и получается все вот эти остатки еще тут осталось немножко на вот и где-то кило кило наверное 200 кило 100 может быть муки ушло на пельменное тесто на вот ну и с него можно и чебуреки делать без того тесто в общем все все сейчас у меня тут замес пройдет я тут немножко приберусь и буду ставить уже дрожжевое тесто прям ставить на поднятие на вот это тоже покажу как это можно делать не выпекая тесто покажу как можно делать в хлебопечке чтобы оно поднималось подстаивалось два раза будет месить оно его а вот и все вы вытащите уже готовое дрожжевое тесто вот все 12 минут осталось у меня и буду вытаскивать тоже по пакетам и в морозилку все девчатки вот такие пироги вот так заготовки наделаете фу жарко мне вот так заготовки наделаете тесто особенно особенно когда у вас детки да там ну семья любит такое мучное ну дети все все любят мучное пирожки да всякие пироги кто придет вот к вам да вытащили готовое тесто уже с пакета вам останется его только разморозить и вперед не надо думать как ставить как заводить на это же всегда время сейчас я вот на это все убью час я на тесто убью где-то час но чуть меньше вот но зато это будет нам на сколько я за затарю с тестом так что такие дела ну и продукты подсобирались поэтому не выкидывать же ну все безотходное производство так что вот так мои хорошие учимся экономить вот девчатки напутала я тут с этим замесом напутала программу надо ставить на программу тесто а я ставлю на замес замес это просто чтобы взбить там первоначальные ингредиенты а потом ставить надо на восьмерку на тесто я смотрю оно не мешает и не мешает все теперь пошел пошло тесто как и положено ему замешиваться а то оно туда сюда вот так вот вверх вниз вверх вниз не крутит его ничего я уже стала переживать вот сколько я месяца наверное два ничего не пекла в хлебопечке какой нора два все лето ничего не пекла подзабыла начатки все я и думаю долго очень долго все сейчас пару минут и буду вытаскивать вот так вот глупышка ты Виктория глупышка девчат я почему так досконально рассказываю потому что у меня девчата спрашивали как вы замешиваете тесто вот я прям досконально вам объясняю как из просто замешиваю тесто в хлебопечке без выпекания вот то что поэтому кто интересовался вот девчатки для вас снимаю все девочки тесто готово вот вот такое тесто вот видите вывалю на вот видите там ничего не остается это тесто на пельмени на вареники на чебуреки кто как любит сейчас я его поделю все и отправлю в холодильник морозилку морозильную камеру все вот один замес на два полноценных кусочка тесто удобно девочки в пакет и вперед и вперед кривые ноги так одно и второе сейчас мы уберем два ксочка простого теста и вареники и вареники морозилку начать и вот тесто каково скажите самсы шикарно 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 да Чехардос, девчули, девчульки. Здесь, наверное, раза на три поделю. О, какой тесто, оно еще пышет, но еще пышет, немножко обо мно. Вот этот кусочек я завтра, наверное, сделаю. Как ее, коврижку с грибами. А эти два куска уберу в морозилку. Видите, какое оно желтенькое. Это от циркумы. Девочки, от циркумы. Так, эту уберу и завтра спеку коврижку с грибами. Вот, девчатки, первая партия уходит в морозилку. Сейчас буду ставить дрожжевое тесто на молоке. Прям в этом же, в этой же миске, где я месила тесто на пельмешки. Все, мои хорошие, сейчас покажу. Так, девчатки, у меня тут 900 миллилитров молока. Оно уже скисшее, ничего страшного. Девчатки, вообще не заморачиваюсь, подогревать, не подогревать. Это касается, когда замешиваю тесто в хлебопечке, вот, почему, потому что хлебопечка, когда выстаивает, настаивает тесто, так, столовую ложку, а нам надо 70 грамм дрожжей, а где-то полная столовая ложка дрожжей. Ничего даже не буду, не ждать, клетчатки, масло растительное, где-то 50 миллилитров, столовая ложка сахара и соли, тоже столовая ложка. Так, одно яйцо, одно яйцо, так, даже ничего не надо не мешать, ничего. Желток можно раздавить. Так, мои хорошие, я куркуму для цвета и высыпаю муку. Муку буду сыпать с горкой. Сейчас немножко промешаю. Смотрите, когда дрожжевое тесто завожу, беру, например, на 200 грамм молока, беру 400-450 грамм муки. Так, еще, еще муки нам надо. Ой, девчули. Еще нам нужно муку. Сегодня делаю муку, кстати, неплохая мука. Добавляем, девчатки еще, муку прям, вот так вот. Немножко, немножко, вот так, ложечкой. И все, не бойтесь, что там написано в хлебопечке. Все строго по правилам, все строго по, знаете, по граммам. Вот вы, если печете хлеб в духовке, делайте пропорции такие же. Ну, просто, конечно, не на 5 килограмм муки это, но, вот, вымешивает. 2 килограмма муки, спокойно хлебопечка вымешивает. Все, девчатки, отправляю. Программа. Программу беру основной. Первая программа. Все, сейчас идет. Тут ничего не смотрю, средний, высокий. Это идет, этот, корочка. Либо средняя зажарка, либо высокая зажарка. Все, нажимаю на старт. И пошло замешивание. Вот когда тесто поднимется, когда в хлебопечке тесто уже отстоится, поднимется, все, оно уже будет готово к выпечке, сигнал даст, хлебопечка даст сигнал. Все, либо, смотрите, она должна подняться шапкой, тесто само. Все, значит, тесто готово. Так что, имейте в виду, либо ориентируйтесь по первому звоночку, когда идет уже на выпечку, вы увидите, что из замешивания пошло на тесто, на выпечку. Во всех хлебопечках это есть. Все, тогда вытаскивайте тесто, у вас готово. И в заморозку. А если хотите выпекать уже хлеб, оставляйте все так, как есть. Оно и замесит, и поднимет, и взобьет его, и, короче, вытащите готовую буханку хлеба. А так, с пропорциями я не заморачиваюсь. Я раньше заморачивалась с пропорциями. Набрала вот эту вот книжку для хлебопечки. И вот это вот, все там по этим стаканчикам, по граммам, по вот этим ложечкам. Нет, девчат, все, уже руку, когда набьешь, знаешь, сколько надо муки, сколько надо пропорция. Либо уже в процессе можно добавить, либо если жидкое, добавляете в процессе замешивания. Муки немножко. Ничего страшного. Я так делаю. Вот, это мой способ. Вот, я к ней приноровилась. Фуф, так сказать. Ну, все, убираю. Вот, вот этот бардак. И готовлю ужин. Хочу потушить икру. И хочу сделать сегодня чечевицу не с грибами. Грибы я уже передумала. Грибочки я оставлю на завтра. Если будет сегодня время, я, может быть, их пережарю с лучком. Уже как начинку готовую. А завтра быстренько все это сделаю, как коврижку. Ну, в духовке. Либо прям в контейнере сейчас уберу в холодильник и заморачиваться не буду. Наверное, так и сделаю. Все, это тесто убираю в морозилку. Там у меня тесто месяца. Здесь сейчас я уберусь. И будем готовить девчатки. Икру. И будем готовить чечевицу. С куриной грудкой. Наверное, готовка чечевицы и куриной и икры, наверное, разделю на два видео. Отдельно будет тесто. Отдельно будет видео с готовкой ужина. Что у меня сегодня будет на ужин. Вот. Девчатки, я пока с вами тут ля-ля тополя. Смотрите, как поднялось тесто. Так, мы его сейчас. И мама дорогая. Немножко сейчас мы его. Дадим еще раз подняться. Видите, как поднимается. На холодном молоке. Без всякой опары. Без ничего. Смотрите, сами видите. На кислом молоке. Так, ну еще дам немножко постоять. Сейчас еще раз поднимется и все буду вытаскивать. Девчат, ну вот. Вытащила тесто. Два раза оно у меня подходило. Сейчас я его буду вынимать. Тесто на пирожки. Дрожжевое тесто. На кислом молоке. Все вам хорошо. Все отошло. Все, мои хорошие. Желтенькое. Красявое. Красявое. Вот это тесто. Все. Сейчас поделю. Все, как начинает отходить от стола. Все, сейчас поделю. И по пакетам. По пакетам. И уберу в морозилку. Все. На три раза пожарить пирожки, беляши. Все, что угодно. Вот такое. Вот так себе облегчаю девчатке труд. Вот. За час получается три вида теста. Песочное. Дрожжевое. И пельменное. Вот такая красотень. Вот такая красотень. Все. Желтенькое, красивое. Воздушное. Красота. И не прилагало усилий. Видели, вот засыпало и в хлебопечку. Все. На замес. И вперед. Облегчайте. Девочки, облегчайте себе труд. Девочки, ну вот еще у меня два пакета дрожжевого теста. Вот только я его положила. И оно прям... Надо срочно убирать морозилку. Все. Один пакетик поменьше, один пакетик побольше. Это пакетик, может кто придет вот так пожарить что-нибудь. На быструю руку. Все, мои хорошие. Вот так вот я перерабатываю продукты, которые по холодильнику завалялись. И пускаю это все в тесто. Вот. Все это разом делаю, замораживаю. И у меня всегда есть тесто под рукой. Так что, имейте ввиду, это очень большая экономия вашего времени на кухне. А тем более тем девочкам, кто работает. Все, мои хорошие, встретимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok